Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Своими словами». Прямо сейчас мы расскажем вам о самых интересных и заметных темах уходящей недели. В этом выпуске вы узнаете подробности нашумевшей аварии в Шамалгане, а также увидите, где в Казахстане воруют миллиардами и одаривают айфонами. Но обо всём по порядку. Первый день этой недели принёс казахстанцам трагическую весть. На станции Шамалган, что в Алматинской области, произошла жуткая авария. Вечером 15-го числа на ЖД-переезде поезд с сообщением Алматы Кустанай столкнулся с рейсовым автобусом. В результате погиб 40-летний водитель автобуса. Трое пассажиров автобуса, женщина и двое детей, доставлены в больницу. Их состояние оценивается как тяжёлое. Сейчас правоохранительные органы выясняют причину случившегося. Попробуем разобраться и мы, хотя, конечно же, мы совершенно не претендуем на роль следователя или судьи, а просто констатируем и оперируем теми фактами, что известно нам из открытых источников. Итак, о том, что сей ЖД-переезд пользуется дурной славой, известно давно. Ещё в прошлом году наши коллеги-журналисты отмечали, что там практически каждый год под колёсами поездов гибнут люди. Общественность и местные жители неустанно возмущаются, что переезд опасен. Каждый день огромные заторы из ожидающих автомобилей. Люди на свой страх и риск перебегают и переезжают ЖД-пути. На этом ЖД-переезде, в обе стороны от железки, скапливается огромная вереница машин. И все они ждут, когда проедет состав с пассажирским поездом. Обычное время ожидания в таких случаях 30-40 минут. Далеко не все автолюбители могут выдержать такое испытание временем. И начинается гонка через переезд. Смельчаки кто на легковой, кто на грузовой, а кто и вовсе на рейсовом автобусе, игнорируя сигналы семафора, пытаются перескочить железную дорогу, что разделяет их путь. У многих это получается, но не всегда. И не у всех. Требования жителей построить там мост ни к чему не приводят. Местные власти каждый раз обещают решить данную проблему. Но помимо обещаний, чиновники более ничего не делают. К примеру, в сеть попали кадры встречи местного населения с руководством Карасайского района, где возмущенные жители буквально завалили Акима насущными вопросами, в том числе и об этом проблемном переезде. Местное начальство пыталось оправдаться тем, что они и сами без устали шлют в центр депеши о необходимости строительства моста. Однако их просьбы, мол, остаются без ответа. Но на этот раз центр все же соизволил ответить. С разъяснениями выступил тогда еще министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр. По его словам, строить мост именно на этом переезде нецелесообразно, так как это обойдется республиканскому бюджету в круглую сумму. Ведь там надо будет сносить порядка 70 частных домов и две автозаправки. Столичный чиновник подчеркнул, что мост все же построят, только не там, а чуть поодаль. Что касается этого проблемного переезда, то из-за дороговизны проектов он был оборудован не только охранной сигнализацией, но и дополнительными барьерными средствами, которые не позволяют проезд автомобилей. Отсюда возникает справедливый вопрос. Если переезд был усилен дополнительными барьерами, то как на путях оказался рейсов автобус? Что это? Халатность путевого смотрителя, что должен отвечать за беспрепятственный проезд поездов? Или беспечность водителя автобуса, что на авось пытался проскочить этот злочастный переезд? Вполне возможно, что этот маневр у него получался и раньше, но не в этот раз. В связи со случившимся возникает немало вопросов к уровню подготовки, этическому поведению и культуре вождения наших водителей. Практически каждый день можно слышать о том, что жуткие аварии происходят по вине молодых неподготовленных автолюбителей. Не проходя обучение в автошколах, а сейчас такое можно официально, попросту покупая права, эти неучи, садясь за руль, становятся потенциально опасными преступниками. Низкая водительская дисциплина становится причиной ДТП на ЖД-переездах. Заявил журналистом после трагедии в Шамалгане министр МВД Ерлан Тургумбаев и отметил, что в 96% случаев виноваты сами водители. Несоблюдение норм безопасности при пересечении железной дороги стало буквально бичом казахстанских водителей. К примеру, только за 2017 год было выявлено более 11 тысяч нарушений правил проезда через ЖД-переезды. Статистика просто удручает. Некоторые из попыток проскочить приводят к необратимым последствиям. Так, из самых известных случаев с участием казахстанских водителей можно вспомнить аварию, произошедшую в ноябре 2018 года, когда пассажирские автобусы и грузовой поезд столкнулись в Саратовской области России. В автобусе находились 7 пассажиров, из которых 5 скончались. Двое казахстанцев были госпитализированы. Еще раньше, 6 октября 2017 года, там же в России, но уже во Владимирской области, столкнулись казахстанские автобусы-поезд. Автобус пересекал железнодорожный переезд. В итоге погибло 19 пассажиров. Что касается несмертельных случаев, то таковых тоже немало. Так, в июле прошлого года подобный инцидент имел место на переезде станции Учкулун, 36 километрах от города Экибастуз по Владарской области. Здесь произошло столкновение грузового поезда с автобусом. Пострадали 11 человек. Буквально на прошлой неделе уже здесь, в столице, на переезде через улицу Житый Ген, тепловоз столкнулся с пассажирским автобусом, водитель которого хотел проскочить, но не успел. Благо, пассажиров в автобусе не было, так как он только начинал свой рейс. А еще есть необорудованные пешеходами и светофорами улицы, нехватка дорожных знаков вблизи школ, детсадов и больниц. Дороги, что просто усыпаны колдобинами и ямами не только на окраинах, но и порой и в центре городов. К примеру, по качеству автодорог наша страна в мировом рейтинге занимает 115 место из 138 государств. То есть по качеству дорог в мировом рейтинге мы на последних строчках. К слову, немного неутешительной статистики. Ежегодно в Казахстане погибает 3000 человек, и более 30 тысяч получают травмы в результате дорожно-транспортных происшествий. Вероятность погибнуть в ДТП в Казахстане в 11 раз выше, чем в Норвегии. При этом в 2-3 случаев жертвами ДТП становятся молодые мужчины в возрасте от 18 до 44 лет. То есть кормильцы семей. Как отмечают эксперты, ежегодные экономические потери в результате смертности в ДТП составляют порядка 3-4% ВВП. Грустная статистика, не правда ли? И возвращаясь к аварии на ЖД-переезде в Шамалгане. Большой вопрос вызывает техническое состояние автобуса, с которым столкнулся поезд. Уже на видео видно, автобус далеко не новый и, скорее всего, технически был неисправен. Иначе как объяснить его внезапную остановку на переезде и то, что водитель не смог открыть передние двери? Появилась информация, что срок ранее проведенного техосмотра истек 16 июля текущего года, после чего технический осмотр автобуса не проходил. Так что вопросов в связи с этой аварией немало. Не будем забегать вперед и подождем итогов расследования. А пока лишь скажем, что буквально накануне пострадавших детей в Шамалгане перевезли для дальнейшего лечения в Алматы. Пожелаем им скорейшего и полного выздоровления. От грустных вести перейдем к любопытным. Именно любопытным. Потому что именно это чувство вызывает у нас две новости, связанные с Западом. Еще раз повторим, с Западом. Но не тем, что в Европе, а с Западным Казахстаном. А именно с одним городом, Атырау. Итак, накануне Генеральная прокуратура провела брифинг, в котором были даны разъяснения по поводу средств и счетов беглого Акима Мергея Рыскалиева. 185 объектов, в том числе 50 квартир, 44 земельных участка и деньги на банковских счетах. В числе которых только за рубежом. 13 миллионов долларов. Оцените, каков размах, а? Воровать так миллионы? Наверное, именно так думал Рыскалиев, занимая 6 лет постглавы Атырауской области. А я напомню, что это не просто какой-нибудь рядовой дотационный регион на карте нашей страны. Это поистине жемчужина. Нет, даже волшебная курица, что несет золотые яйца в казну нашего государства. Судите сами, ведь именно эта область является самой богатой по запасам черного золота в Казахстане. Недаром же и сам Атырау, неформально и даже на самых верхах, все чаще называют нефтяной столицей республики. Отмечу, что именно нефтедобывающие компании обеспечивают более 55% всех налоговых поступлений в нашем государстве. А учитывая, что общие налоговые и неналоговые поступления в бюджет в 2018 году составили 11 триллионов тенге, то деньги, поступающие от добычи и продажи такого ценного природного ресурса, как нефть, существенно влияют на общее самочувствие и состояние наших граждан. А отдельные граждане, пользуясь своим служебным положением главы такого жирного региона, чаще думают о собственном обогащении, нежели о нуждах республики. Это я все о нем, о небезызвестном Бергее Рыскалиеве. Заметим, что совсем недавно, менее полугода назад, в интернете появилось видео, на котором человек, похожий на беглого Акима, спокойно прогуливался по улицам Лондона. Выглядел он, кстати, вполне себе здоровым, счастливым и непринужденным. Никем и ни к чему. А ведь, казалось бы, причин для умиротворенной жизни на берегах Туманного Альбиона у него не должно быть. Еще в начале этого года наш казахстанский суд приговорил экс-чиновника аж к 17 годам строгого режима. Правда, заочно. Почему заочно? Потому как длинные руки нашего правосудия все никак не могут добраться до этого лондонского сидельца, который, кстати, похитил наших госсредств на целых 72 миллиарда. Нет, не фунтов, конечно, а всего лишь тенге, что тоже вполне приличная сумма. И что же, есть ли шанс на возврат всех народных денег, спросите вы? А как же? Тем более, что на данный момент большая часть этих средств, 44 миллиарда, уже возвращена. Именно так заявили на этой неделе представители Генпрокуратуры Республики Казахстан. Здесь у меня возник резонный вопрос. Если за прошедшие 7 лет с момента побега Рыскалиева вернули 44 миллиарда, то сколько же времени понадобится на возврат оставшихся 28 миллиардов? Да, я отмечу, что Рыскалиев, оказывается, действовал совсем не в одиночку, а сформировал вокруг себя целое ОПГ, которые входили не только особо приближенные к телу Акима, но даже и ближайшие родственники. Брат, к примеру, родной, тоже не обделенный властью, а заседавший в парламенте вполне себе народный избранник. И получается, что на славных берегах Урала действовал большой преступный синдегат во главе с семейным подрядом. Да уж, воистину говорят, один в поле не воин. Даже в таком деликатном деле, как распил бюджета. Здесь каждый день на обед едят черную икру, ложками. И у каждого в семье имеется вышка, нефтяная. А гостей в том сказочном крае одаривают исключительно новенькими айфонами. Наверное, так можно подумать, прочитав информацию о том, что все в том же Атерау на свадьбе гостям дарили телефоны Apple. Гостей буквально осыпали смартфонами, устроили шашу из айфонов. Что это? Первое время чумы? Ведь вроде кризис на дворе, экономический. Из самого верху, чиновничего. Нас всех призывает скромность и сдержанность в расточительстве. На что потратить личные финансы? Личное дело каждого. Так и олигарх, посыпающий айфонами, не должен подвергаться общественному порицанию. Но СМИ почему-то растиражировали, а общественность подхватила. Так почему же? Возможно, потому что есть в нашей ментальности червоточина. Любим мы все с размахом. Гулять так гулять, дарить так дарить. Ну и воровать, конечно, тоже миллионами. Чтобы все об этом говорили, потом долго вспоминали и еще дольше искали. На берегах лондонской Темзы. Что же за город такой этот волшебный Атырау? Может и нам туда прокатиться, да с ветерком? На этой философской ноте мы, пожалуй, попрощаемся. Это были новости своими словами. Встретимся через неделю. Желаем хороших выходных и хороших новостей. Пока!